С 1 февраля в Германии вступает в силу новый срок действия паспортов вакцинации. Теперь граждане, которые сделали две прививки и не планируют ревакцинацию, теряют статус полностью вакцинированного через 270 дней. В связи с растущим числом коронных инфекций в Германии, министры здравоохранения федеральных земель единогласно проголосовали за решение отменить требование проводить ПЦР-тестирование после каждого положительного экспресс-теста на коронавирус. В настоящее время лаборатории страны перегружены, и время ожидания результата ПЦР-теста возросло до пяти дней и более. Всемирная организация здравоохранения считает, что омикрон может положить конец пандемии в Европе. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, после того, как пройдет период резкого роста числа заражений омикроном, некоторое время в регионе будет существовать глобальный иммунитет. В конце года вирус может вернуться, а пандемия – не обязательно. Ученые выяснили, что даже легкое заболевание COVID-19 может вызвать неврологические проблемы. Нарушение внимания и незначительные кратковременные провалы в памяти могут сохраняться у перенесшего коронавирусную инфекцию человека на протяжении шести месяцев. К другим темам. В Германии к лету повысят минимальную зарплату до 12 евро в час. По оценкам Министерства труда, от этой меры выиграют более шести миллионов человек, особенно трудящиеся в Восточной Германии и женщины, работающие в сфере ухода, где заработная оплата традиционно очень низкая. Опубликованы данные индекса паспортов мира на 2022 год. Германия на втором месте, а это значит, что жители ФРГ могут выезжать без виз или оформлять необходимые документы по прибытию 190 государств. Впереди лишь Сингапур и Япония, а вот Россия расположилась на 46-й строчке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова